Посмотрите, какая зимняя сказка! А вот и она, колбаска! Нужны два главных компонента. Это свиная печень, в данном случае полкилограмма, и одна свиная рулька. Вес примерно 1,2 кг, но за минусом костей и кожи в результате как раз будет один к одному. Вот, рульку я отправляю вариться. Вариться она должна довольно долго, пока мясо не отделится от костей. После этого я покажу, как ее правильно разобрать. Ну и будем готовить. Печень. Значит, печень нужна, она у меня мороженая, ее все равно нужно вымачивать, поэтому, согласно той самой старинной рецептуре, надо как минимум на 3 часа замочить в холодной воде. При этом она как раз и разморозится. Вот, заливаю печенку. Рулька варится. Процесс пошел. Тщательно снимаем шум, потому что это очень важно, ибо нам понадобится в дальнейшем не только бульон, но и многие его компоненты. Ну, не так уж многие. По крайней мере, тот жир, который скопится на поверхности, будет крайне необходим. До закипания надо постараться максимально убрать вот этот вот именно первый белый шум. Иначе потом будет очень трудно собрать жир. Шум убрал, закипело, поставил на очень медленный огонь и буду теперь томить. Вот печень отмокла. Я сейчас еще раз сменю воду. Максимально надо обескровить ее. Видите, крови еще достаточно много. Сейчас, после очередной смены воды, я ее начну уже бланшировать. Вот еще раз поменяна вода. Как видите, уже практически не отдает никакой крови. Теперь будем ее измельчать и бланшировать. Перед бланшировкой нам нужно нарезать печень. Матильда, и тебе надо кусочек печени. Держи. Вот примерно такие кусочки. 2-4 сантиметра в толщину. Для чего такие тонкие? Чтобы лучше пробланшировались. Чтобы цвет получившейся колбасы был максимально белый. Вот, собственно, все сейчас в кастрюльку и бланшировать. Сейчас, как только вода закипит, я сниму печень. Видите, вода окрасилась, температура поднимается. Сейчас все это побелеет оставшаяся кровь. А пока займусь разделкой рульки. Ну вот и рулька. Задача добыть с нее мясо. Вот оно мясо, которое нам нужно. То, что в старинных рецептах называется сухое мясо. Ну и, естественно, жилки. Все самое-самое лучшее мы отсюда заберем. Кожу снимем. Я не буду в подробностях весь процесс этот демонстрировать. Хотя он, в общем-то, не долгий. Но что отнимать время? Понятно. Что тут взять? Что убрать? Косточки вытащить? Вот. Разберу, уже покажу приготовление фарша. Ну вот, печень вскипела. Снимем шум, который образовался. Бланшировка на этом закончена. Промоем подпроточной холодной водой. Извините. Много пара. Вот. Готово. Готовы все необходимые компоненты. Это соль, перец и мускатный орех. Это жир, снятый с бульона. Молоко. Яйцо куриное. А здесь отваренное и снятое с костей рулька. И бланшированная печень. Бульон, как я говорил, нам еще пригодится. На мясорубку ставим самую мелкую решетку. У меня это 3 мм. И сейчас я все это начну перекручивать. Сначала печень с мясом рульки с добавлением яйца. Потом при второй перекрутке добавлю специи. И уже при перемешивании буду добавлять молоко и жир. Зву не добавляю. Зву не добавляю. Нет. Продолжение следует... 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 Там такие рецепты потрясающие, там анчоусы, трюфеля и прочие-прочие деликатесы, фуа-гра, как нормальные компоненты колбас использовались. То есть я уже не знаю, что там придумал Микоян, но видимо нужно было коммунистам после голодных 20-х годов что-то такое рассказать народу, что они мол такие молодцы. И заботятся так о трудящихся массах. Хотя по сути дела лишили эти трудящиеся массы настоящих продуктов, той традиции, которая была веками отработана в нашей стране. Потрясающе интересно это все изучать, особенно интересно готовить и получать вот такие вот невероятные продукты, которые сейчас ни в одном магазине днем с огнем не сыщут. Ну вот видите, получаются вот такие колбаски. Я опять же не буду вас утомлять, сейчас добью всю эту кишку и покажу уже результат. Ну вот набил я нашу колбасу. Сейчас я ее перекручу. Значит буду делать такие достаточно крупные колбаски. Потому что как там в книге написано, эта колбаса настолько вкусная и пользуется таким спросом, что прекрасно продается большими колбасами. Но не такие уж большие они у меня получатся, конечно. Но тем не менее, вообще, конечно, она действительно вкусная и естся потрясающе. Видите, так как все-таки не на профессиональном оборудовании набивалось, кое-где воздух попал. Да это, собственно, неважно. Вот они колбаски наши. Значит, тут одна вот у меня какая-то маленькая получилась. Совсем ее еще соединим. Поплотнее, поплотнее покручу. Потому что на воронки воздух попадал. Вот, теперь самое интересное, надо вскипятить бульон, тот, который у нас остался. Довести его до кипения. В кипящую воду опустить колбасу. И уменьшить огонь до такой степени, чтобы ни в коем случае не закипало. Вот. Пошел готовиться к загрузке бульон. При закладке я вам уже покажу. Я загрузил колбасы в кастрюльку маленькой емкости, чтобы бульона минимально пошло. И вот, обратите внимание, так вот с перекрещенными вилочками все это дело придавил. Так как в колбаске присутствует воздух, чтобы не всплывало. Вот, закипает бульон. Практически готов к заливке. И ставим на комфорку. Помните, не допускаем вскипания. Температура должна составлять примерно 88-90 градусов. Оставляем на 45 минут на час. Ну, я предпочитаю час. Прошел час. Сейчас проверим, какая была температура варки. Не ошибся ли я в нагреве комфорки. Так, ну вот уже более 70 градусов набралось. Семьдесят пять. Семьдесят семь. Восемьдесят. Значит, все нормально. Это с учетом того, что комфорта уже выключена. То есть, 80 градусов есть. А это как раз необходимая температура. Наполняем емкость холодной максимально водой. Ну, в данном случае у меня есть два крана. Сейчас зима. Вода у меня со скважины, поэтому весьма холодная. Вот приготовлена уже кастрюлька. Сейчас я буду перекладывать на охлаждение. Ту самую толбаску ливерную, которая приготовлена по старинному рецепту. Ай, горячо, горячо, горячо. Вот, видите, какая она получилась красивая. Все. Охлаждаем. Я еще открою воду. После охлаждения надо будет убрать в холодильник. Подержать там еще, ну, хотя бы часочек. И она будет готова. Достаточно уже остыла, уплотнилась. Вот, теперь я ее вынимаю. И отправляю в холодильник. Для того, чтобы она окончательно окрепла. Увидев эту зимнюю сказку, которая сегодня на улице, посмотрите, какая красота. Я решил не остужать колбасу в холодильнике, а выставить ее на улицу. Потому что, ну, просто, наконец-то, настоящая зима пришла. И вот, колбаска уже остыла. Вот она у меня здесь стоит. Сейчас пойдем ее дегустировать. Остыла, затвердела, как видите. Сейчас я для вас ее взрежу. Вы увидите на срезе. Ох, как это делать неудобно. Одной рукой, но... Вот она какая получилась. На вкус это шедевр, шедевр. Предки знали, знали толку. Вот я специально так жестко выдумываю. Посмотрите. Она, в принципе, на паштет похожа. Ммм. Нежная. Ммм.